Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос. В нем вы пишите, что влюбленный в мужчину на много лет вас старше, ну или, собственно, вы задаете вопрос, или не влюблена. Ну, понимаете, отвечая на такой весьма необычный вопрос, или, скажем так, редко встречающийся, мне бы хотелось сказать, что влюбленность – это всегда такое ощущение, всегда очень яркое эмоции. Влюбленность – это не любовь. Влюбленность – это, по сути дела, предание человеку, то есть вы предаете человеку определенные черты, которые вы ему сами приписали. Влюбленность – это, по сути, идеализация человека. И поэтому, если вы о нем думаете постоянно, несмотря на то, что понимаете в глубине души о том, что будущего у вас нет, понимаете, понимаете, что будущего у вас нет с этим человеком, но все равно о нем думаете. Значит, да, вы влюблены. Вот только не следует, еще раз повторю, путать любовь и влюбленность. Любовь – это когда человек принимает другого, принимает другого таким, какой он есть. Это любовь. А влюбленность – это когда человек приписывает какие-то качества, которых нет у того, значит, на кого обращена данная эмоция. Вы пишете дальше о том, что любите его, что понимаете, что между вами не может быть ничего, то есть вы понимаете, что ваши отношения, они обречены, ваши отношения, они не приведут ни к чему хорошему, да, вы это понимаете, но все равно хотите с ним быть. Значит, он вас уже бросил два месяца назад, но я не могу не думать о нем. Вот этот вот момент очень важный, согласитесь, что вы не можете не думать о человеке, да, то есть вы гоните мысли о нем, а не получается, все равно о нем вы думаете. И вы изо всех сил пытаетесь этого не делать, изо всех сил пытаетесь о нем не думать, да, но у вас не получается. Связано это с тем, вот то, что вы о нем не можете не думать, связано это с тем, что с ним, с этим человеком, у вас связана определенная потребность. Конечно, сейчас можно говорить только предположительно о том, какая именно потребность связана у вас с этим человеком. Но я думаю, что определить эту потребность как таковую труда большого не составит. Если мы с вами пойдем дальше и увидим то, что вы пишете далее. А далее вы пишете довольно интересную вещь о том, что умом понимаю, что ничего не получится, и мне он как бы не нужен семью, он не хочет. Значит, все это у него уже было. Все славность на себя. Значит, сама я не хочу с ним, потому что он обязательно будет изменять, как он это делал всегда. Значит, вы терпели от этого мужчины измены, вы терпели от него недостойное поведение, плюс он для вас трава. Мы не пара по многим причинам, но я все равно о нем думаю. Вот вопрос к вам. Почему так получается, что несмотря на все нет, вы все равно о нем думаете? И ответ на этот вопрос заключается именно в том, что вы выбрали мужчину сильно старше себя. Вот этот момент, момент, почему вы выбрали мужчину сильно старше себя, значит, и следует разобрать. Потому что это очень важно. Я бы даже сказал, что принципиально. видеть ли, ваши возрастные различия, ну, то есть, разность в возрасте, довольно велика. И это не может быть просто так. Очевидно, что мужчина совпадает с вашим образом мужчины, который вам интересен, который вам приятен, который вам наиболее симпатичен, да, и так далее. То есть, ситуация заключается в том, почему и как для начала вы выбрали себе мужчину вот такому вот старше себя на приличное количество лет. С чем связан ваш вывод? На мой взгляд, это очень важный момент, о котором нужно разговаривать с вами. Потому что очень может быть, очень может быть, что все дело именно в том, что у вас были проблемы, например, с вашим отцом. Вот когда женщина выбирает мужчину на много лет старше себя, это всегда про взаимоотношения с отцом. Либо какие-то обиды на отца, либо его недостаточная любовь к вам, либо его отстраненность. Да, то есть, когда отец не проявляет достаточной, по мнению, по мнению, например, ребенка, потому что он чувствует, не проявляет достаточной степени заботы, любви и так далее. Либо, когда возникает такая ситуация, что, ну, в данном случае вы, когда девочка ревнует своего отца к, например, своей маме. Такое тоже было, потому что она, как бы, борется за внимание, она борется за внимание отца с мамой. Вот, и таким образом, таким образом, вот этот вот комплекс, по сути дела, комплекс электро, стимулирует женщину искать мужчину старше себя на многое, и с этим мужчиной пытаться реализовать то, что не получилось реализовать, например, во взаимоотношениях с отцом. Очень важно при этом, так же, определить еще и то, так, значит, вот вы пишите, что со временем думал, он словно преобразил меня, другие мужчины не интересуют. Вот, интересный тоже момент. Вас не интересуют другие мужчины, как вы говорите, да? Ммм, казалось бы, казалось бы. Почему? А потому что только с этим мужчиной, только с этим человеком вы чувствуете себя, ну, скажем так, комфортно, да? Только с этим человеком вы чувствуете себя, может быть, с женщиной, например, например, может быть, вы чувствуете уют, может быть, вы чувствуете, там, что вам хорошо, может быть, так, только-только так вы чувствуете себя, например, там, защищенный, ну, то есть, может быть, достаточно много всевозможных факторов, которые на это влияют. Классно другое. Главное то, что это чувство, это ощущение, потребность в том, чтобы чувство себя определенным образом у вас связано напрямую вот с этим мужчиной как раз. И именно поэтому вы о нем и не можете не думать. То есть, по сути дела, пытаясь не думать о нем, пытаясь не думать о мужчине, вы наступаете на горло своим делом. Делать этого, естественно, нельзя, потому что, ну, на горло своим делом, как бы, как бы, ну, как бы, как бы не было великое желание наступить не получится, потому что это нереально, ибо дело здесь все в том, что ваши желания, они никуда не денутся только от того, что вы не хотите, чтобы они, например, у вас были и так далее, и так далее, и так далее, да? Вот. И, соответственно, наступая на горло своим желанием, вы их подавляете, но, естественно, не можете подавить их до конца. Это невозможно. Поэтому свои желания, свои проблемные, свою проблемную сферу нужно выявить, обязательно постараться выявить, и, вот, смотреть, как можно удовлетворить ваши потребности иным путем в путем. Если есть комплекс электро, то, соответственно, работать над ним. Если есть неудовлетворенность поведением своего отца, обиды на него и прочее, прочее, работать над этим. Если еще какие-то моменты есть, то, соответственно, в этом направлении двигаться. Если, например, вы чувствуете себя защищенной, то необходимо смотреть в сторону того, как вы можете самостоятельно, ну, как бы, сами себе, да, обеспечить это чувство защищенности, допустим, и так далее. То есть, смотреть нужно именно вот в сторону личностного роста и в сторону, значит, удовлетворения своих потребностей не через мужчину, как это происходит сейчас, а именно вот самостоятельным образом. Кроме того, вы говорите, что хотите семью. На мой взгляд, тоже очень важный момент. Вы хотите семью зачем? Вы хотите семью, чтобы что? Для чего вам семья? Об этом тоже нужно вам, как следует, подумать, что, по вашему мнению, должна вам дать семья семья. Ну и последним пунктом идет модель женского поведения вашего. Скажем так, сознание, не осознание, а сознание себя, как женщины, то есть, какая вы женщина, что вы из себя представляете, как женщина. И вот сознание этих моментов, то есть, понимание того, какая я женщина, что я представляю из себя, как женщина, что я могу дать мужчине, и какой мне нужен мужчина, а с каким мужчиной я буду, например, лучше всего себя чувствовать. Вот это вот тоже, на мой взгляд, довольно важный момент, потому что обычно, обычно, если вы выбираете мужчину постарше, да, то вы с ним хотите, ну, практически всегда вы хотите с ним быть, например, ну, маленькой девочкой, да, и так далее. Да, то есть, иными словами, речь идет о переносе ответственности себя на, вот, собственно, мужчину. А почему? Почему так происходит? Потому что, потому что вы сами за себя ответственности не хотите, из-за того, что, вот, будучи нереализованной, например, во взаимоотношении с отцом, вы испытываете неуверенность в себе. Ну, и, полагаю, что думаете о нем вы еще и потому, можете думать о нем вы еще и потому, что у вас есть страх одиночества. Но это, в данном случае, не так, на мой взгляд, очевидно. То есть, вы достаточно хорошо себя осознаете, как уже сказала вам моя коллега. Вот, вы достаточно хорошо понимаете ситуацию. Вот, вам нужно увидеть только, а может, увидеть только, то, почему вы не можете не думать о мужчине. Да, вот, с чем связан вот этот вот факт, что вы не можете о нем не думать. Я полагаю, что это связано с вашими желаниями, которые вы пытаетесь, ну, вот, возможным для вас способом, да, то есть, по-другому вы не умеете удовлетворить. Это не обязательно плохо, то, что вы делаете. Но, если вы не хотите повторения этой ситуации, если вы хотите выстраивать отношение гармоничное, то я полагаю, что именно вот от позиции ребенка, который вы занимаете, не можете не занимать, при взаимодействии с таким мужчиной, как у вас, а от позиции ребенка, который быстро отходить. На этом все, надеюсь, помог вам, если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное. В моем ответе пишите в личку, буду рад вам помочь. А если понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...